Эвакуация жителей Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в Россию началась 18 февраля. На фоне обострения ситуации на линии огневого соприкосновения в Донбассе, первой беженцев приняла Ростовская область. Еще 44 субъекта Российской Федерации подтвердили возможность размещения пребывающих на своей территории. По данным на 22 февраля эвакуировано более 90 тысяч человек. Напомню, в 2014-2015 году Россия уже принимала вынужденных переселенцев с территории Восточной Украины, спасавшихся от обстрелов украинской армии. Некоторые из них до сих пор живут и работают в Ненецком округе. Дмитрий Клименков на Ринмар приехал еще в 2014 году. В то время около его родного города Тореза в Донецкой области разворачивались военные действия. Взрывы, стрельба, военная техника на дорогах. Кто бы мог подумать, что мирному времени на востоке Украины придет конец. Боевые действия начали подходить к нашему городу уже к окраинам. Отец нас загрузил в машину, моей старшей сестрой, и с младшими детьми отправил на территорию Ростовской области. И в территорию Ростовской области уже с самим годом подбирались с самолетом и поездом. К счастью, в Наринмаре у семьи Клименко были родственники, которые их и приютили. Спустя месяц Дмитрий нашел работу. Здесь же на производстве Дмитрий познакомился с еще одним вынужденным переселенцем Игорем Бугаевым из Луганской народной республики, который приехал в округ в июне 2014 года. Тогда еще в Красном Луче оставались его родители. Игорь, как только переехал в Ненецкий округ, оформил соответствующие документы и получил статус вынужденного переселенца. В то время также работала государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В округу огромное спасибо, нам помогли, кто добрые люди, помогали нам с работой, кто подсказывал. В округу большое спасибо, что поддержали в нужный момент. Парень сразу устроился на работу. Легко освоиться на севере Игорю помогли знакомые. Работы он не боится. Приехал по объявлениям, знакомые посоветовали обратиться в Ненецкую промышленную компанию. Там сразу устроился на стенокосные угодья, на Костя. Работал там, потом по переводу перевели сюда, на тепличный комбинат. Уже здесь, на севере, Игорь обзавелся своей семьей и продолжает работать на предприятии так же, как и Дмитрий. Живу здесь уже 8 лет. Семью создал здесь. Сын родился. Собираюсь остаться навсегда здесь. И всем советую, ничем страшный север. Главное, чтобы было желание и здоровье, и все будет нормально. Север принял парней. Здесь ценят и характер, и трудолюбие. Игорь и Дмитрий быстренько влились в наш коллектив. У них ребята такие добродушные. Мы их приняли хорошо. И они по сей день работают. Женились, завелись семьями. Так что у них все хорошо. Дмитрий на тепличном производстве уже не новичок. Хотя и имел до переезда в Наринмар другую специальность. Работа в аграрном секторе ему нравится. Опытные коллеги считают его настоящим профессионалом в своем деле. Ну, будем поднимать сельское хозяйство, пока здесь оставаться. Запускаем новую технологию. Будем развивать, поднимать новую. На сегодняшний день установили новую технологию капельного полива. И выращивание на матах. Автоматизированная система полива, соответственно. Гораздо проще, гораздо удобнее работать. Может быть, когда-нибудь Дмитрий вернется на Донбасс в мирную жизнь. А пока его земляки вновь покидают восток Украины. Эвакуируются в Россию, где им готовы помочь.